Приветствую, дорогие друзья! Ну что, я продолжаю тему ухода за возрастной кожей. Я так понимаю, что вам понравился такой формат. Сегодня я подобрала для вас очередной наборчик таких, я считаю, топовых средств для ухода за возрастной чувствительной кожей. Старалась подбирать, опять же, бюджетные варианты, чтобы каждому они были доступны, но с рабочими составами. Да, именно чувствительная кожа, потому что, в общем, по моим наблюдениям, большинство баршин, особенно моего возраста, являются обладательницами именно такого типа. Значит, подчувствительной кожей что подразумевается? Кожа, которая склона к повышенной раздражительности и которая иногда порой совершенно непредсказуемым образом может отреагировать на воздействие каких-то внешних и внутренних агентов. Значит, есть несколько факторов, которые могут спровоцировать такое состояние. Это и какие-то внешние среда, да, допустим, те условия, та экология, в которой мы живем, вода и сухой воздух, да что угодно. Это стрессы, это пищевые триггеры есть, злоупотребление алкоголем, пряностями, кофе. Это какие-то дерматологические патологии, например, ну, я не знаю, дерматит, литрозация. Это неправильный уход и, конечно же, девочки, это гормональные изменения в организме. Почему я и сказала, что многие барышни именно моего возраста сейчас являются обладательницами именно такого типа кожи. Поэтому не пугайтесь, даже если у вас всю жизнь была нормальная кожа и вдруг после 45 она у вас стала чувствительной, это нормально. Отчаиваться, конечно, не надо. Надо, возможно, где-то подкорректировать свое питание, быть более внимательным к своему здоровью, к состоянию нервной системы, но при этом не забывайте, естественно, о правильном уходе, потому что именно от ухода в данной ситуации зависеть будет очень много. Поехали. Очищение. Смотрите, если вы применяете декоративную косметику, то на первом этапе я бы вам рекомендовала вот, на мой взгляд, такой очень удачный продукт. Это гидрофильный гель масла. Натуральный состав, миндальное масло, экстракты, череды, розмарина, сандала, ромашки, витаминчики туда входят. Ну, то есть то, что доктор прописал для чувствительной кожи. Это масло будет очень деликатно очищать вашу кожу от косметики, от загрязнений и подготавливать ее ко второму этапу очищения, потому что я подчеркиваю, гидрофильное масло используется только лишь как первый этап. Далее, вот второй продукт, о котором я сейчас расскажу, это уже подойдет либо для тех, кто не использует декоративную косметику, его можно применять в моно-варианте, либо как завершающий продукт для очищения вашей кожи. Это уже такой гель от Планета Органика. Тоже там, я считаю, что состав заслуживает вообще всяческих хвалебных отзывов, потому что сделан он на основе индийского мыльного ореха, там добавлен еще вытяжка из сосны, экстракт мальвы. Ну, в общем, состав тоже практически натуральный, и это средство, оно будет прекрасно работать на самые чувствительные. Кожа будет и увлажнять, и успокаивать, так что обратите внимание. Далее, не забываем про тонизирование. Я об этом все время вам напоминаю, потому что даже при умывании одной водопроводной водой по аж баланс нашей кожи нарушается. И для его восстановления в кратчайшие сроки необходимо применять тоники или тонеры. Вот смотрите, средство вот такое, я считаю, просто потрясное. Рич, это с рисовым экстрактом. Тоник, значит, это органическая косметика, и здесь очень высокое процентное содержание пантенола, что делает этот продукт незаменимым именно для чувствительной, склонной к аллергии, к раздражениям кожи. Также сюда еще входит лизат бифидопактерий, что позволяет, опять же, помочь быстрее восстановиться микробиому нашей кожи, потому что от него зависит тоже очень много вещей. Это и раздражение, и шелушение в случае его нарушения. То есть повышает иммунный ответ. Также сюда входит еще гель алоэ вера, вот, и фосфолипиды. То есть я считаю, что состав просто бомбический. Или, например, вот такой тоник от Аравии. Слушайте, тоже состав очень хороший. Входят растительные пребиотики, хилоцинка. Здесь уже больше направлено, знаете, на борьбу с какими-то воспалительными моментами, если они уже появились. Этот тоник хорошо сработает. Он и уберет, он, опять же, повысит иммунный ответ за счет пребиотика в составе, увлажнит, ну и, конечно же, восстановит PH-баланс. Так далее уже пошел основной уход, и это, конечно же, сыворотки. Куда же без них? Смотрите, вот у Гильтек, всех, наверное, на слуху этот бренд, замечательный совершенно бренд, с потрясающими продуктами. Я уверена, многие из вас знакомы с этими продуктами. Значит, вышла недавно новинка. Вот такая сыворотка. Мне удалось ее протестировать. Сыворотка ProBioskin. Очень понравилась. Могу рекомендовать однозначно. Смотрите, здесь очень интересный состав. Здесь входят лизаты, бифида и лактобактерии. А это что? Это здоровый микробиом нашей кожи. Как я уже говорила, от микробиома зависит очень много. Если он нарушен, то, соответственно, возникают такие неприятности, как воспаление, покраснение, шелушение. И особенно это актуально для чувствительной кожи, потому что, как правило, на чувствительной коже с иммунным ответом все очень плохо. Особенно сейчас, на стыке зимы и весны. Об этом я говорила в предыдущем своем видео. И перечисляла те факторы, которые влияют и вызывают именно нарушение микробиома. Почему именно сейчас? Необходимо его поддержать. Просто необходимо. Поэтому этот продукт срабатывает в этом направлении очень быстро. Далее сюда входит депантенол в очень приличном процентном соотношении. А это что? Это прежде всего противовоспалительный актив. Опять же, любое воспаление, любое покраснение убирает. Убирает очень быстро. Но помимо восстановления микробиома, это средство еще работает как омолаживающий продукт. Потому что сюда в состав входит очень интересный актив. Аскорбил глюкозит. Это стабильная форма витамина С. Но она чем хороша? Тем, что она не сразу же обрушивается на нашу кожу. Она постепенно, пролонгированно начинает высвобождаться, трансформироваться в аскорбиновую кислоту, вступая в взаимодействие с ферментами нашей кожи. Понимаете? То есть идет пролонгация. А витамин С это что? Это прежде всего шикарный антиоксидант. Далее это омоложение. Далее это высветление пигментации. Это выравнивание тона кожи. Это защита даже от ультрафиолета. То есть я считаю, что замечательно. Ну и конечно же входит гиалуронка. А гиалуронка это что? Прежде всего удержание влаги нашей кожи. То есть это средство работает по нескольким направлениям. Восстанавливает микробиом, что очень важно. Увлажняет и омолаживает. У нее, у этой сыворотки очень приятная консистенция. Такая какая-то нежная, легкая, воздушная. Впитывается очень быстро, не оставляет никаких липких следов, не имеет отдушки, что очень важно. На нее прекрасно ложится декоративка. Я ее тестировала в моно-варианте. Мне хватало. То есть я не закрывала кремом. Утром наносила, дали декоративку. И вечером на ночь вот наносила одну сыворотку. Кожа себя чувствовала замечательно. Ну а здесь все зависит, конечно, от состояния вашей кожи. Если она у вас ну очень сухая, конечно же, надо закрывать кремом. А если в нормальном состоянии, ну как у меня, мне вот хватало вполне вот этого одного продукта. Вот, так что я довольна. Еще одна сыворотка, которая неплохо тоже справляется с различными воспалениями, раздражениями на чувствительной коже. Это бренд Биодерма. Значит, я вообще люблю этот бренд. И у них есть такая линейка Сенсибия. Это именно для чувствительной кожи. Я пробовала практически все из этой линейки. Но на постоянной основе сейчас использую только мицеллярку. Значит, вот эту пробовала я сыворотку, хороший состав. Но вы знаете, она больше про снятие воспаления, чем про омоложение. Это если у вас действительно какие-то проблемы есть на коже, и вам надо сейчас вот прямо вот быстро закрыть эти проблемы, она подойдет. Здесь запатентованный такой комплекс входит, потом дальше гиалуронка, полифенолы красного шалфея, потом витамины Е как антиоксидант. То есть все они в совокупности вот дают очень неплохой эффект именно снятия любого воспаления. Вот, то есть эта история именно про это, не про омоложение. Значит, и еще хочу сказать, что эта сыворотка вот лично на мне в моноварианте мне ее не хватало. Я всегда ее закрывала кремом. Но это мой частный случай. Вам, возможно, и хватит. Вот, а так, да, она восстанавливает защитные вот эти барьерные функции нашей кожи. Она снимает и убирает любые какие-то негативные моменты, там, связанные с воспалительными процессами, очень быстро. Так, далее кремы. И, смотрите, новинка от IG Skin Decision – ламеллярный крем. Что такое вообще ламеллярный? Другими словами, слоистый. Он по своей структуре, любой ламеллярный косметический продукт, очень сильно напоминает по составу водно-липидную мантию нашего эпидермиса. И за счет этого ламеллярный продукт, попадая к нам на кожу, он как бы проникает, понимаете, в клетки нашей кожи. Он встраивается в них. Он глубже проникает. Он эффективнее срабатывает, да. И любой ламеллярный продукт, опять же, в том числе этот крем, имеет потрясающую текстуру. Она такая, знаете, очень нежная, воздушная, тающая, очень быстро впитывается. И при этом оставляет еще долгое время такое ощущение увлажненности кожи. Это, знаете, все равно, что вот вы помыли руки водой, да, промокнули полотенцем, а руки еще какое-то время влажные слегка. Так вот, ламеллярный крем вот этот, он очень долгое время такой эффект на коже сохраняет. Ну и плюс, конечно, значит, IG Skin Decision, они просто уникальный крем создали в плане формулы. Здесь в составе и пептидный комплекс, и сывороточный протеин, и ламинарии экстракты, и тригалозы, фсфолипиды, церамиды, ниацинамид, мой любимый, сквалан, витамин Е, масло оливы и жжаба, растительные экстракты, овса, бессмертника, ромашки и алантаин. Представляете, да? Ну, я считаю, что очень крутой состав. То есть в совокупности все эти активы, они прежде всего, конечно, идут и как омолаживающие работают, эффект оказывают. То есть устраняют дряблости, выравнивают тон кожи, они сокращают глубину морщин, понимаете? Плюс ко всему еще прекрасно защищает, потому что здесь очень много антиоксидантов входит, вот, в том числе и от загрязнения окружающей среды, и от ультрафиолета, и увлажняет. Вот, значит, как я уже сказала, да, текстура очень мягкая, нежная, воздушная, впитывается быстро, отдушки никакой не имеет. То есть, в принципе, его можно использовать как моно-вариант, да, совершенно спокойно. То есть можно и с утра, и вечером на него прекрасно ложится декоративка, вот, и кожа, еще раз говорю, ну, просто я под впечатлением. Мне очень нравится именно состояние кожи после использования ламилярного вот этого крема. Вот, как будто бы я только что умыла лицо, и еще долгое время сохраняется. То есть кожа с благодарностью отвечает на применение вот этого продукта. Так, и еще один крем, который тоже могу порекомендовать, это Кореец, я люблю этот бренд. Вот, и именно как во всей корейской вот этой истории для чувствительной кожи, как правило, здесь не исключение, входит экстракт цинтеллы. Здесь он выступает одним из активных компонентов, да, здесь всего два, в принципе, активных таких ингредиента. Это цинтелла азиатская и неоцинамид, и дальше там растительные экстракты. Значит, да, не содержит ни фталатов, ни сульфатов, ни парабенов, ни спирта в этом плане, да. Очень хорошо сработает на чувствительной коже, склонны к раздражениям, каким-то шелушениям, высыпаниям. Быстро их купирует, и, в принципе, еще как и омолаживающий тоже продукт работает. Поэтому, если любите корейцев, присмотритесь. Так, остались у нас кремики для глаз. И, смотрите, вот очень интересный продукт от того же бренда Гильтек. Я говорю, очень много достойной продукции. Я оставлю ссылку, вы ознакомитесь более подробно с составом, потому что, благодаря составу, вот этот продукт, флюид, он подойдет, в принципе, для всего лица. То есть, его можно использовать именно конкретно для зоны вокруг глаз. Собственно, потому что я и рассказываю сейчас о кремах именно для этой области. Но, в принципе, этот флюид, он, и можно использовать его и на всем лице. Он совершенно потрясающе успокаивает любую самую реактивную кожу. Он высветляет, он увлажняет. И, если рассматривать в контексте именно ухода за областью вокруг глаз, замечательно борется и с темными кругами, и с отечностью. Обязательно познакомьтесь. Универсальный, я считаю, такой продукт, который явно заслуживает вашего внимания. Так, ну и завершает мой сегодняшний топчик вот этот крем от бренда Art & Fact. Слушайте, по составу я считаю, что он прекрасный. Тем более, соотношение, если цены и качества рассматривать лучше не придумаешь. И, опять же, этот крем, он полууниверсальный, потому что подойдет как для области вокруг глаз, так и для губ. Да, а губы у нас с возрастом тоже моложе не становятся. И надо контур как-то поддерживать. Здесь в составе ниацинамид, мой любимый, и комплекс пептидов и трипептидов. Ничего особо вредного и раздражающего там не входит. Так что присмотритесь, мне кажется, это средство должно очень неплохо сработать. Ну вот, подошел к концу сегодняшний мой обзор. Составила я, видите, такой список. В основном, еще раз говорю, средства бюджетные, доступные для многих. Вот, составы рабочие. Все, дорогие мои, надеюсь, видео для вас сегодня было информативно. Спасибо, что посмотрели. Я вам всем желаю красоты и здоровья, прежде всего. Ну и прощаюсь с вами, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.